...включиться и попробовать... Окей. Натан, ключик записи, я так понимаю. Да. Большое спасибо всем собравшимся, заранее спасибо за внимание. Мы, как всегда, с молитвой на устах и в сердце продолжаем изучение книги Шмуэля, Шмуэль Бет. Мы подходим к последним годам Давида, если даже не к последнему году Давида. И, как это часто бывает у людей великих, время не самое простое. Да и вся жизнь его была не очень простой. Есть много разочарований, есть очень много тяжелых моментов. Все это как бы накопилось и сфокусировалось в последний год жизни Давида. Мы заглядывая вперед, нам предстоит дальше с вами книга «Малахим», которая, скажем, она еще сложнее, еще плотнее, чем книга Шмуэля. И по количеству личностей, и по проблематичности, и, так сказать, быстрой последовательности событий, которые в ней есть, это все превосходит книгу Шмуэля. Но мы с вами стоим в 20-й главе, которая нам рассказывает о том, что произошло моментально после бунта Абшалома, когда Давиду с такими огромными усилиями удалось вернуть сердца руководителей колен, колено сами по себе, колено Израиля к себе, что происходит в следующий момент. Я сейчас попытаюсь поднять текст, и мы с вами продолжим. Тут есть некоторые проблемы, что Зум изменил свои правила. Без защиты – это как бы такие военные планы, когда идут на большой риск. А если Шалбен Лихри поймешь, что Ярушалаем без защиты? А если он сумеет обойти войска Авишая и Юава и атаковать Ярушалаем? Что будет тогда? Большой риск. Когда они дошли до Камья Большого, который возле города Гевон, и вот Амаса идет навстречу им. У Гевона, скажем, где-то в 10 километрах от Рушалаема, они встречают Амасу, который собрал войско и идет навстречу им. А Юав припоясан поверх воинских одежд своих, и на нем пояс, и меч, вложенный в ножны, прижатый к бедрам его, и вышел он навстречу Амасе, и меч выпал из ноженого и упал на землю. И сказал Юав Амасе, все ли благополучно у тебя, брат мой? И взялся Юав правой рукой за бороду Амасы, чтобы поцеловать его. А Амасу не стерегался меча, который в руке Юава, и тот поразил его им под ребра. И вывалили с внутренности его на землю, и не повторил удары ему, и умер он. А Юав и Авишай, брать его погнали за шеба сына бен Бихри. Юав учиняет расправу с Амасой. Почему? На каком основании? Но давайте прежде всего скажем, как. В колени Иуды было принято носить меч рукояткой вниз. Такое ношение меча встречалось. Его подсовывали под широкий пояс, в ножнах, а иногда и без ножен. И, кстати говоря, у персов был такой же обычай. Говорят, что царь Кир погиб, когда он вскакивал на коня, и острие меча, которое было направлено вверх, вонзилось в него. Существует, по крайней мере, такая легенда или предположение о смерти Кира. То есть мы видим здесь, как бы пророк описывает нам реалии. Вот есть меч, который воткнут, подоткнут под пояс, под плотно, туго затянутый пояс, острием вверх. Дело в том, что при таком ношении меча он мог выпасть. Его поправляли, следили за ним. Иногда на бегу держали, придерживали рукоятку, чтобы меч не выпал. А здесь как бы Юав или нарочно, или случайно. Получается так, что меч у него выпадает из-за пояса, и он с таким радужным широким объятием идет навстречу Амасе. Меч выпал, он как бы не обращает внимания, берет Амасу за бороду, как, видимо, было это принято. Иногда в наше время делают так же, но это не как-то не очень эстетично выглядит. Но в то время, видимо, это было принято. Берет его за бороду, чтобы поцеловать. А в руке он держит меч, который он поднял с земли. Просто помню, он выпал меч, и он его поднял с земли. И Амаса, будучи опытным воином, человеком сильным, который не раз бывал в ситуации схватки с врагом лицом к лицу, он не обращает внимания на этот меч, ничего не подозревает. Это как бы дает возможность Юаву нанести удар, он наносит один удар. Юав был очень точным, сильным воином, и его удар мог просить человека сразу, так что не нужно было наносить дополнительных ударов. Теперь встает вопрос, что же здесь произошло. Медраж рассказывает нам, почему и Медраж, и трактация «Гидрин» на 49 листе его рассказывает нам, почему опоздал Амаса. Амаса пришел в Иуду. И в Иуде, как это бывало в более и более поздние периоды, мы знаем об этом из лавионского Талмуда, как происходило в Вавилоне, иногда было такое время в году, когда люди собирались для того, чтобы выучить какую-то тему, скажем, из Талмуда условно. Понятно, что Талмуда тогда не существовала, но устная тора и все разнообразие и сложность закона, все это присутствовало, все это передавалось устно от учителей к ученикам. Там были периоды, когда люди собирались в городах или, если это было лето, могли собраться на открытой местности для того, чтобы разобрать какую-то тему. Событие считалось очень важным. Это изучение Торы всем народом. В Иуде люди были привержены Торе. Мы видим, что характер колен сохраняется еще с периода исхода из Египта. У каждого их колена был характер. И Иуда в Египте, несмотря на те тяжелые условия, в которых он находился, колено Иуды, в которых оно находилось, оно было привержено изучению Торы. И, естественно, на своей земле не оставило этой своей линии приверженности Торы, ее постоянному изучению. И вот Амаса застает такую картину, которую трудно, наверное, было бы увидеть в других коленах. Он видит, что люди собрались с большими усилиями, проделали путь для того, чтобы прийти в одно или несколько мест, где разбирается определенная тема из Торы. Это казалось очень... и действительно это очень важно. Очень важно, когда весь народ привязан к Торе. И Амаса, поговорив с главным им колен, он дает им время для того, чтобы завершить тему, для того, чтобы этот путь, который проделали люди из своих городов и селений к своим учителям, он не был напрасным. Два-два с половиной дня дает им Амаса. Затем люди должны взять свое оружие, снаряжение и собраться в определенном месте. И вот, наконец, он выходит с ними для того, чтобы привезти войско в Ярушалае. И вот он в Гевоне. И теперь у нас возникает вопрос, кто прав, Юав или Амаса? В трактате Сан-Ядрин говорят так, что впоследствии, когда к Юаву предъявляли претензии и вспоминали ему этот случай в Сан-Ядрине, его спросили, почему ты убил Амасу? Юав ответил, он был мурет-бемалхут, он был человеком, восставшим против царства, он не исполнил приказ царя. Ему было сказано привезти войско, и он не привел его. О чем говорить? Это не игрушки, это не детский сад. Все теперь поставлено, все теперь висит на тонком волоске. Сумеют ли отряды, которые отправил Давид на стичь в Шевабен-Бихри, будет ли он убегать или запрется в одном из укрепленных городов, и к нему успеет собраться большое число народа? Поддержат ли его все остальные колены Израиля активно или нет? Все это непонятно, все это колоссальный риск. И тут человек опаздывает, ему дали три дня, реальный срок, то, что уже проверено много раз, за сколько дней можно собрать и привезти войско, привезти войско три дня. И за три дня войско в Иуде должно собраться. И он опаздывает. О чем здесь говорить? Трибунал, суд на месте. И это то, что говорит Йоав. То, что ему можно было возразить, и, наверное, некоторые из членов Сен-Ядрина, суда, перед которым он пристал, ему и сказали, что Амаса, он комментировал, как ему сказали, он комментировал Ахин, Берекин. Он комментировал исключения, но и только, что записано в Торе. Что имеется в виду? Законы царства учатся из нескольких мест. Один из них – это обращение народа Киа-Шуа, которому даются привилегии царя, народ ему дает привилегии царя, хотя он не объявляет себя царем, но руководитель, которому народ поручает те же самые привилегии, которыми обладает царь. Ему говорят так. Ах, хазак да и мац, но ты только крепись и укрепляйся. Вот это но, по крайней мере, в мудрецы комментируют так. Но означает, как бы, да, оно говорит, ах, но только. Оно намекает на исключение. Царю даются привилегии. Царю даются привилегии, действовать полномочия его практически не ограничены. Но, когда речь заходит о законах Торы, тут он не имеет права проявлять свою власть и идти против закона Торы. Теперь у меня вопрос. Я бы хотел поставить этот момент на обсуждение. Вот, если бы у нас организовался суд, и как бы вы посмотрели на Юаба, и как бы вы посмотрели на Амасу, кто из них прав? Человек, который задержался из-за того, что в Юде интенсивно в это время изучали Тору, и он дал закончить, по крайней мере, часть изучения. Или Юаб, который сказал, что это предательство. Причем здесь Тора, причем здесь изучение Торы, когда как бы все поставлено, как бы сегодня сказали, на карту. Судьба царства поставлена на карту. Я вот вижу, что Тимофей поднимает руку. Да, и на самом деле хотел спросить, уточнить, а у Юаба вообще были такие полномочия, единоличные такие решения принимать? Может, он должен был поймать, отвезти на суд, и там бы уже разобрались? В общем-то, у него были такие полномочия, потому что тот, кто действует по поручению царя, у него тоже есть право, так же, как и у царя, решать единолично. Это понятно. То есть начальник войска, которого поставил царь, он же не может, скажем, а если царь остался в Иерушалахе, он же не может постоянно бегать с донесениями к царю. Он понятно, что он своей рукой будет наказывать за мародерство, за неповиновение, за пренебрежение своими обязанностями он будет сражающим образом наказывать своих воинов. Это понятно, как бы по поручению царя. Ему даны такие полномочия. Пожалуйста, вот Натали поднимает руку. Да, Равзеев, на ваш прямой вопрос постараюсь тоже со всей своей женской ограниченностью сказать, что, наверное, я не поддерживала бы ее Аба в этом случае, поскольку, мне кажется, у него как-то рисковато с решениями касательно чужой жизни. И это не первый раз. То есть такая инициативность очень высокого уровня. И наверняка это скорее свидетельствует о горячности какой-то, чем о мудром, завешенном решении. Понятно. Понятно. Есть еще какие-то предположения? Равзеев, вопрос. А Амаса же тоже посланник царя получается? То есть у них с Иоавом на этот момент статус абсолютно одинаковый. Правильно. Правильно. Он посланник царя, но он не выполнил. Он не выполнил, можно сказать, дезертир. Человек, который приходит, что будет в армии, человек придет на день позже. Все может быть. Он там будет опразовываться, все равно его могут объявить дезертиром. Ну, кажется, что все-таки формально кажется, что можно было бы в суд по-любому ввести. Иоав, видимо, все-таки неправ. Два одинакового статуса. Нужно было судить в более высокой инстанции. То есть надо было ввести к царю тем или иным образом, а не на месте. Даже чисто, кажется, с юридической точки зрения, да? Все, может быть, неправы. Ну, да. Но хорошо. Я пока не буду говорить как бы решение окончательного. Я послушаю, хочется послушать то, что вы скажете, да? И все, что вы говорите, имеет очень-очень большой вес. Пожалуйста, что-то еще хочется сказать? Ну, хочется сказать, что многие люди, наверное, ориентировались на то, как Давид относится к Амасе. И такое убийство могло многих оттолкнуть в сторону восставших. Могло оттолкнуть в сторону восставших, да. Мы понимаем, что дело, что речь идет о войске иуды. Речь идет о войске иуды, да? То есть, скорее всего, здесь не было бы такого аргумента, что вот поскольку Амаса убили, то теперь войско иуды встанет на сторону восставших. Я думаю, что здесь это не совсем аргумент, потому что разделение между восставшими и иудой уже произошло. Хотя есть в этом что-то. Есть, безусловно, тоже как бы соображение, безусловно. Есть что-то еще сказать? Ну, если можно, я так припоминаю, что в книге Мелахи в дальнейшем Юаву предъявляется два убийства. Убийство Абнера и убийство Амасы. И, видимо, это наталкивает на мысль, что все-таки Юав был неправ. Да, да, это вы совершенно правы. Это очень сложный вопрос. Если мы с вами открыли, если мы с вами сейчас открыли Сумьебрин, 49-й лист, где разбирается этот вопрос, вы видели, что, в общем-то, комментаторы, многие, так очень обтекаемо уходят от этого момента и уходят от этого вопроса. В том числе и Рафштайн, он как бы не замечает вот этой дилеммы. Юав убил Амасу, а ему говорят, ну, ведь он же Торой занимался. И он комментировал, ах вы рак, что у царя все полномочия, кроме отменять закон Торы. Вот и как-то Рафштайн обтекаемо уходит от этого. Нужно найти, нужно пересмотреть много комментариев для того, чтобы понять, куда склоняются проблемы. Давайте скажем с вами так. Скажем так, что ах вы рак, то, что исключает эти два слова, когда Яшуа говорят, ах хазак вы и мац, только укрепляйся и крепись в Торе имеется в виду, а как бы если такая петля логики делается и замыкается на начало, то имеется в виду, что ты можешь быть царем, но ты не имеешь права нарушать законы Торы, это не относится к самому изучению Торы. Это не относится к самому изучению Торы. Это относится к тому, что царь не может своей волей отменить брак, как решил Шауль. Сейчас он заберет Михаль у Давида и отдаст ее другому человеку. Тут царская власть кончается. Царь не может изменить законы брака и развода. Царь не может изменить законы кашрута. И, скажем, он не может приказать сделать свитки Торы, разделив Тору на пять отдельных книг. Грешит, Шмот, Вейкра, Бомидвар и Дворим, написать отдельные свитки – это не прерогатива царя. Все законы Торы – это не прерогатива царя. Но, когда речь идет о войне, об опасности для жизни, об опасности для царства, которое распадется и погибнет, безусловно, в кратчайшие сроки, когда оно сейчас распадется, когда речь идет о опасности для жизни, об опасности для царствия. Здесь изучение Торы, что я сижу и изучаю Тору – это не может быть аргументом, что я задержусь, и я не приду на пункт, на сборный пункт, на пункт мобилизации я не приду. Мы с вами можем вспомнить историю войны Йом-Кипура 73-го года. Мы помним, что война началась с нападения Египта в Йом-Кипур в 73-м году. Ни у кого не было малейших сомнений, что тут же нужно прекратить молитву, тут же нужно прекратить чтение Торы, тут же нужно прекратить пост. Все. Есть одна только цель – добраться до сборного пункта, там, где ты должен быть. Понятно, что, скажем, Амаса в своем комментарии, он не прав. Он не злодей. Он, безусловно, может быть, человек ошибающийся. И, может быть, человеком ошибающимся. И когда в книге «Малахин», которую уважаемый Тимофей упомянул, говорится, что ты убил двух человек, которые лучше тебя, это требует комментариев. И здесь можно, скажем, те из комментаторов, которые потрудились раскрыть эту проблему или взяли, скажем, на себя ответственность раскрыть эту проблему, они говорят, что мы найдем их в Энди Аков, в комментарии Энди Акова, они говорят, что это общее соображение сына Эндрина, которое является, в общем-то, обвинением Юаву, что он сам восстал против царства. Он сам восстал против царства. Юав хотел пойти с Авшаломом. Юав пошел в Садони, и он пошел против царства. Но, скажем, и те, и другие, и тот, и другой, если взвешивать, что значит лучше тебя, а если бы они были хуже тебя, что их можно было бы убивать, это хвостное обвинение Юаву. Но еще есть здесь одно обвинение Юаву, что мы помним, что Авнер и Амаса отказались исполнять приказ Шауля, когда он велел им убить Кагенов-Нов. А Юав, когда ему велено было подставить Урия-Гахити, он не отказался. Он исполнил этот приказ, и он не должен был его исполнять. Поэтому как бы здесь такой некоторый перевод стрелок. Посленное обвинение Юава – это единственное то, что можно увидеть в словах, что ты убил двух людей, которые лучше тебя. Лучше тебя. В чем лучше тебя? Они взяли на себя ответственность и отказались исполнять приказ. А ты исполнил приказ незаконный. И ты, который не укладывается совершенно в рамки Торы, ты его исполнил. А теперь ты предъявляешь Амасе претензии, что он не исполнил приказ. Он не исполнил приказ формально, да, он виноват. Но, как вы говорите, можно было посмотреть на вещи по-другому и поступить по-другому, увидеть в нем человека, увидеть в нем человека, не восставшего против царя, человека ошибшегося. Все люди ошибаются. И даже в такой тяжелой ситуации и при той ответственности, которую можно было бы разложить на Амасу, конечно, можно было бы поступить по-другому. Тут вы правы. Теперь такой резюме я хотел подвести из всех наших рассуждений. первое, что Тора не является оправданием, изучение Торы не является оправданием для того, чтобы отложить военные действия или вообще не участвовать в них. Амаса решил, что да, и он ошибся. Теперь, относительно Юаба, он как бы, та претензия, мы с вами фактически разбираем Гемару, но тут не уйти от этого. Вот претензия к Юабу, что он может быть и привержен Давиду, но он тоже хотел пойти за Абшаломом, склонялся к тому, чтобы пойти за Абшаломом, а потом пошел за Адонией. И когда его судили уже, скажем, или когда с ним разговаривали, в Сангедрине, это уже после, бунта Адонией. И поэтому претензия Сангедрина такая. Ну, ты, конечно, убил человека за то, что он восстал против царя. Но сам ведь ты тоже восстал против царя. И еще как. Он ошибся, а ты сознательно восстал против царя. Это объяснение тому, что говорится, что ты убил двух человек, которые лучше тебя. Понятно, что в Сангедрине нужно разбирать, лучше они или нет. Но в книге Малахим есть намек. Ты убил двух людей, которые лучше тебя. И трактация Сангедрин разбирает это и говорит, что Юав сам был склонен, сам не был, как бы, если так можно сказать, чист на руку в этом плане. И окончательное, как бы, скажем, в этом резюме, изучение Тора не является оправданием для того, чтобы опоздать на сборный пункт. А Амаса не был злодеем и человеком ошибшимся. И Юав вполне и вполне мог поступить совершенно по-другому и не так сурово. Пожалуйста, вот Ефим что-то хочет сказать. Все-таки смотрите, это суд Юава, он практически сам осудит. Мы с вами сказали, что человек, который действует по поручению царя, у него есть прерогатива. У него есть прерогатива. Он потом, конечно, должен давать отчет, потому что у него, так же, как и у царя, есть те же самые ограничения. Он должен судить в духе Торы, по крайней мере, не по строгому закону Торы, но в духе Торы он не может просто, скажем, по своей воле делать и творить что угодно. Поэтому он делает, он поступает, единолично судит, как человек, действующий по поручению царя. Но естественно, что ему потом придется давать ответ, безусловно, поступил он правильно или неправильно. В каком плане правильно? Не то, что по закону Торы он не должен собирать сейчас суд, не должен говорить о соблюдении всех формальностей, которые могут привести к смертной казни. Он это ничего не должен делать. Он судит единолично и не по формальному закону Торы, как судит царь, а судит в духе Торы, по духу Торы. По духу Торы. И более того, мы видим, что Иоанн здесь прав. Иоанн здесь прав, что Тора, сама же Тора не дает возможность изучать Тору для того, чтобы, скажем, опоздать, задержаться, или, скажем, изучение Тора не является оправданием, чтобы опоздать, задержаться, не прийти на призывной пункт. Вот это то, что можно себе представить. То есть, нужно представить себе реальную жизнь. А как войско будет иначе функционировать? А как царь может, царь не может быть в каждом месте для того, чтобы самому разобираться с каждым вопросом? Есть суды, царские суды, которые действуют по его поручению, действуют по поручению царя, наводят порядок по тем постановлениям, по тем прерогативам, которым он дал царь. И полномочия их весьма и весьма широкие, особенно, если это касается армии, особенно, если это касается командиров армии. И, понимаете, здесь не до тех ошибочных представлений, которые существуют у многих после изучения трактата Сангедрина, что для того, чтобы казнить человека, нужно его предупредить, а если его не предупредили, то он уже и не может быть казнен, даже если совершил тяжелое преступление и так далее. Это все здесь совершенно не работает. Это царский суд, это тот порядок, который устанавливает царь в стране через людей, как говорят, посланник, он как пославший его. Поэтому каждый, так сказать, уж по крайней мере начальник войска, командиры, они действуют по тем прерогативам, которые им дал царь, как посланники царя. Поэтому формально, опять же, я хочу вам сказать, что если мы берем формальную сторону, что Юаб здесь не виноват, виноват Амаса. Поэтому нельзя сказать, что Юаба осудили за убийство Сангедрин в дальнейшем в книге Малахим осудил его за убийство Амаса. Его Сангедрин судил не за убийство Амасы, а ему припомнили, что он убил Амасу за того, что он обвинил его в том, что тот восстал против царства. А сам он, Юаб, он еще как восстал против царства. То есть, как бы такой разговор произошел, а не то, что в убийстве Амаса, Амаса прав и Юаб не прав. Формально Юаб прав. Вы говорите, что нам было по-другому? Может быть. Может быть. Но если говорить о формальной стороне, то я формально здесь он прав. Есть возражения. Я боюсь сделать полный экран, потому что потом мне придется опять... Ну, я так более-менее всех вижу. Не вижу, чтобы были возражения, поэтому мы с вами сделаем еще несколько шагов. Хорошо? Мне кажется, что это очень важно, понимать подобные вещи. И действительно, если мы так как бы посмотрим по-простому, есть человек, который поставил Давида и всю страну в тяжелейшее положение. и человек, из-за которого пришлось идти на такой риск, что как бы последние резервы, все, что есть у царя, бросается в погоню за Шелубен-Бихри, Ирушалаем остается совершенно незащищенным. Что формально? Какие тут могут быть оправдания? Амаза говорит, Тору учили, я же не захотел прерывать, Тору нас защищает. Это не оправдание, как мы видим. Это не оправдание. И у Юава есть все прерогативы, все полномочия для того, чтобы судить его. Не надо было так, конечно, но Юав поступил таким образом. Мы понимаем, мы представляем себе Юава и Натали здесь действительно его более-менее верно охарактеризовало. Более-менее верно охарактеризовало. И я думаю, что ситуация понятна. Теперь мы вот Амаза не остерегся меча, он убит. А Юав и Авиша и брат его погнали за шевр и сыном Бихри. Не останавливаясь на минуту, они погнали за шевр и бен Бихри. И встал над ними человек и слух Юава. То есть, что получается? Что Юав, он не полагается не только на Амазу, он не полагается на всех остальных, которые опоздали, и он продолжает погоню с теми силами, которые у него есть. И встал над ним человек и слух Юава и сказал, тот, кто хочет подчиниться Юаву и тот, кто за Давида, идите вслед за Юавом. И тут то, что упомянул, по-моему, Тимофей, уважаемый Тимофей, упомянул, что убив Амазу, Юав рисковал, что колено, что воины не пойдут за ним. И действительно ситуация очень неясная. Амаза лежит в крови. Юав погнался с Авишаем. И вот один из слуг Юава, преданных ему человек, он видит проблематичность ситуации со всех точек зрения. И он говорит, тот, кто хочет подчиниться Юаву, и тот, кто за Давида, идите вслед за Юавом. А те, кто не хочет, ну, понятно, с теми будет отдельный разговор. Амаза брошен залитой кровью на дороге, и увидел тот человек, что останавливается весь народ, и оттащил Амазу с дороги в поле, и набросил на него одежду, когда увидел, что каждый доходил до него и останавливался. В общем-то, послушали призыв этого слуги Юава, но многие не видели своими глазами, что произошло. Может быть, даже и не совсем понимали, что Амаза был убит. И тут они начинают движение, вроде бы, для того, чтобы догнать Юаву и присоединиться к нему, и они видят Амазу брошенным у дороги, залитым кровью, они останавливаются около него, не знают, что делать. Итог, когда Амазу отточили в сторону в поле и набросили в него одежду, тогда, когда он был убран с дороги, прошел дальше, каждый человек и последовал за Юавом, чтобы преследовать Шеву сына бен бихри. То есть проблема таким тяжелым и довольно трагичным способом, она все-таки решилась. Люди последовали за Юавом, присоединились к войску для того, чтобы подавить восстание Шеву бен бихри. А тот прошел через все колены Израиля, до городов Абели Бейтмааха. Мы видим, что мы представляем, что он не только прошел, что к нему часть людей присоединилась, что его никто не задерживает, может быть, во многих местах его приветствуют, радостно встречают. То есть большая проблема для Давида. Берут и собирались они, а многие даже пошли за ним. То есть точно та ситуация, которую мы с вами описали, все решает время. Все решает время. Если не остановить Шеву бен бихри, то восстание будет разрастаться, как снежный ком. И пришли и осадили его в городе Авель Бейтмааха и вызвали насыпь стены стены города, что потребовало, наверное, времени. Здесь пророк не говорит, сколько это продолжалось, но это потребовало времени. Мы представляем себе, что весь Израиль, все колено гудят, как пчелиный улей и не знают, что делать. С одной стороны, они не хотят присоединиться к Давиду и хотят отделиться от него. С другой стороны, они не готовы на такое новое восстание, как восстание в Шалома. Что сейчас будет Авель Бейтмааха, где собралось достаточно много людей, сторонников Шеву бен бихри для того, чтобы защищать город. Но когда заканчивают нации и когда работают стенобедные машины, машин еще, как мы можем представлять, не было машин такие, какие были у римлян. Но бревна, подвешенные на веревках, это все уже существовало. И обратилась к воинам умная женщина из города. И женщина понимает, что если город будет взят, то все в городе будут убиты, как восставшие против царя. И она просит поговорить с спросите людей в Авели и тогда примирили бы они с вами. То есть она упрекает Юаба в поспешности и говорит, что сначала нужно было найти возможность послать известия жителям города в Авели и возможность, что жители примирились с вами, жители примирились бы с вами. Так или это не так трудно сказать, но понятно, что такая попытка должна была быть предпринята, Юаба ее не сделал. вот она говорит, что я из мирных жителей, людей Израиля, вот ты же хочешь убить жителей важного города в Израиле, зачем тебе губить удел Бога? То есть все проблемы оказывается можно решать по-разному, можно увидеть в жителях города, все, поскольку они не восстали против Шева венбихри, поскольку ему дали укрепиться в городе, можно убить во всех бунтующих против царства и убить их всех, а можно решить проблему по-другому, можно поговорить с жителями, что они хотят, какие у них настроения, призвать их подумать как следует, можно ведь и так подойти к проблеме. И отвечал Юаб и сказал, не дай Бог, не дай Бог угубить или разрушить не так это. И Юаб, надо сказать, его честью, он внимает словам этой женщины и возлагает всю вину на Шева бенбихри, и женщина его понимает и говорит ему, вот голова его брошена тебе со стены, не брошена ничего, она будет брошена со стены, как бы уже брошена со стены, дело решенное. И пришла женщина ко всему народу со своим мудрым решением, отсекли голову сыну бихи и бросили Юабу. Можно сказать, что это не такое уж большое достоинство людей. Мы видим, что они так же, как и все остальные жители Израиля, они смотрят, кто победит, чья возьмет. И они были бы готовы пойти за Шеву бен бихри, потому что у них есть много и много недовольств Давидом. Но когда видно, что дело плохо, что войска окружили город, в котором заперся Шеву бен бихри, и что остальные люди не собрались, не захотели или не смогли прийти к Шеву бен бихри, то тогда они решают казнить Шеву бен бихри. И после того, как отцикли Гоу шеву бен бихри бросили Юабу, и затрубил тот в Шафар, и разошлись от города, каждый к сатру своему, а Юаб возвратился у шалаем к царю. Эта история показывает нам, что у Юаб все-таки есть голова на плечах. Его можно обвинить в такой слишком прямолинейности в поспешном военном суде и так далее, но его нельзя обвинить в том, что у него есть жажда крови, что ему кровь бросается в голову. Этого нет. Там, где ситуация решается, он готов идти на ее решение, а не говорить, что все жители восстали против Давида, и я истреблю всех. И дальше в конце говорится о людях, приверженных Давидом. Юав был поставлен над всем войском Израиля. Попробуй, не поставь его. То есть Давид был вынужден оставить его во главе войска, а Биная сын Юаяды над Кретьей и над Плетей. Биная сын Юаяды, о котором мы мало знаем. Знаем только, что он из-за Гадот Талмуда, знаем, что он величайший мудрец Торы. Он поставлен над людьми, над ударным отрядом и над теми, кто охранял Давида, кто называется Кретьей и Плетей. Здесь говорят, что Кретьей и Плетей в трактате Брахот говорится, что это Сангедрин Корет решает, отсекает и поэтому он называется Кретьей и Плетей. Но надо понимать, что это такое использование намека или можно сказать превращение текста в намека. Есть прямой текст. Биная сын Юаяда был мудрецом и возможно, что он стоял во главе Сангедрина при этом и выходил на войну и при этом командовал отрядом. Возможно, что он занимал важное место в Сангедрине, не был главой Сангедрина, но мы здесь и еще в книге, в конце книги Шмуэля мы с вами увидим, что это как бы проходит красной нитью через повествование. Величайшие мудрецы Торы, члены Сангедрина, они воины Давида. Это вещи неотъемлемые, как бы неразрывные. Важнейшая заповедь это завоевание земли, которую обещал Бог, удержание его во власти сыновей Израиля, охрана, сохранение жизни сыновей Израиля, что может быть важнее этого? Если человек, который может, который обладает силами, или даже который специально избрал такой путь и тренировался для того, чтобы быть воином, если он не исполняет эту заповедь, то что же остается? Что же остается? И скажем, это то, что мы здесь с вами видим. Адурам над сбором налогов, мы с ним еще встретимся в книге Малахим, узнаем, что его судьба весьма трагична, Йошафат сын Ахилуда был назначен помощником царя. Шва Песец и Цадок Абьятар Кагены. Конечно, кроме них есть Кагены, но они самые уважаемые и почетные из всех Кагенов, которые служат в шатре, которые Давид установил в Иерушалайме. А также Ира Аири был Кагеном при Давиде. Здесь Кагеном нужно понимать здесь рядом два одинаковых слова, они использованы в разном значении. Это Кагены, которые служат в мешкане, а это Каген, который занимает должность. И Каген, даже в современном иврите, это занимать должность. Вот здесь Кагены в храме, а здесь Каген тот, кто занимает должность. У нас осталось еще несколько минут. Я хочу дать возможность вам задать вопросы. Сейчас я остановлю share. Секундочку. Сейчас найдем, как это. Вот стоп share. Вот теперь я вижу во всех. Пожалуйста, если что-то хочется обсудить, то пожалуйста. Разве, если позволите, а есть ли какие-то идеи по поводу, кто такая умная женщина? Нет, к сожалению, не могу здесь помочь вам ничем, ни ее происхождение как-то, оно не очень отмечено. Единственное, что можем сказать, что женщина довольно часто может решить очень трудные и опасные ситуации. Ну, интересен, да, сам момент того, что с ним вышла на контакт женщина, а не судья города, не главный какой-то представитель, Фина. Вот такая ситуация, это, наверное, тоже говорит о слабой какой-то ситуации в городе. Почему город, в принципе, не взял какую-то определенную позицию в контексте военных действий? Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. То есть вы просто совершенно верно отмечаете ситуацию, что люди колеблются, когда уже шелебен бихли в городе, и когда он противостоит осаде, и поначалу вроде бы успешно, то и те руководители города, и может быть и мудрецы Торы, которые там есть, они совершенно не готовы брать на себя инициативу. В лучшем случае они просто смотрят, что произойдет. И между делом поддерживают шелебен бихли. Это совершенно верно. И женщина, которая представила себе и Юаба, и его позицию, может быть, никто и не думал о том, что он истребит всех людей в городе, она вдруг поняла, что он это сделает. Она, естественно, не стала никому перекручать такие вещи, нельзя никому перекручить, она сама постаралась выйти на контакт с Юабом. кто она, к сожалению, я не могу тут ничего добавить. Спасибо большое, Равзеев, за весьма глубокий и нужный урок. Я надеюсь, что вы выводы делаете сами. И скажем, мы видим с вами еще раз, мне кажется, что многие представления, которые существуют в современном обществе, они распространяются из-за того, что не учат Танах, не изучают Танах. Ефим пишет спасибо. А если у кого-то есть еще вопросы, то можно задать. Уважаемый Равзеев, в это время народ все еще по-прежнему настроен против того, чтобы Шломо был наследником или уже что-то начинает меняться? Это вы правильно говорите. То есть если как историк, если вы писали истории этого периода, то либо вы сами догадались, либо я вам посоветовал сказать, что разные причины у бунта Афшалома и у Шева бен Вихри. У бунта Афшалома это мы видим, что это недовольство Давидом и одна из основных причин то, что Давид не хочет сделать сильного, уважаемого, властного, милостивого и справедливого в то же время Афшалома своим наследником и как бы гнет свою линию в том, чтобы сделать Шломо маленького чухлого мальчика, сделать наследником, поставить его над огромной империей. Это причина. Бунт Шаубен Вихри. Мы видим, что он возникает как недовольство домом Давида и уже вместе недовольство коленом Иуды, которое представляется, что оно займет преревизированное положение. А общее то, что в этом есть, это глубочайшее непонимание своих задач, непонимание своих задач, тех задач, которых поставил перед народом Тора, непонимание значимости и духовной высоты руководителя. Это то, что их обобщает. Вы совершенно верно подчеркнули, что такая, по крайней мере, внешняя причина, она разная. Спасибо большое. Гриша Миламедов как раз историк. Я знаю, я знаю. А, да, я думал, что... Слава Богу, я бы хотел познакомиться очень со всеми, но со многими я очень-очень хорошо знаком. Если можно, простой наспрещенный вопрос, да? Да, пожалуйста, Евгений, я не совсем понял, о чем вы. Вопрос такой, то есть вернуться к концентре Иава при передаче Давидом власти Шломо, которым он завещал все-таки с ним закончить отношения и так далее. Сейчас, конечно, это отдельно видимый вопрос большой и так далее. Ну, хорошо, да, давайте, да, мы подойдем к книге Малахим там этому, как бы, место этому вопросу. Спасибо. Брата моего деда Бориса Меламедова расстреляли в 41-м году при выходе из окружения. Больше 200 человек были убиты по приказу Жукова. Я понимаю всю эту боль, очень-очень понимаю, но предлагаю все-таки абстрагироваться и представить себе, скажем, насколько Жуков это одно высших из окружения при выходе из окружения или высших из окружения, которые считали изменниками, это другое, вот, а та ситуация, которая была в Иуде, мне кажется, это несколько другое. Это не такая оголтелая жестокость, это реалии, да, реалии, которые стоят за этим, можно говорить, ну, не совсем прав, но говорить, что это просто зверство, тоже невозможно. Окей. Хорошо. Хорошо. Значит, я еще раз всех поздравляю с приближающимся праздником, завтра, я надеюсь, мы встретимся с тем, я хотел сказать, да, да, молодец, очень-очень здорово. Окей. Хорошо. Всего самого доброго. Рабзеев, просто еще раз как бы говорю, мы очень надеемся, что завтра нам удастся провести занятие по книге Трелин, ну, соответственно, будет сообщение в тех местах, откуда вы узнали про это сообщение, в разных местах, в группе WhatsApp, в Телеграме, в рассылке, где угодно. Хорошо, так что большая надежда, с Божьей помощью встретимся завтра тоже. Всем спасибо, Рабзеев, огромное спасибо. Спасибо за активную работу. Спасибо. Всем счастливо, пока. До свидания, Натан. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok